Вестаминский район Все дороги желтые, покрытые этой брагой, потому что по этим дорогам двигалась воспрерывная лента повозок Иван Сергеевич! Сюда иди! Да ничего, ну минуточку! Круглые сутки работал спиртзавод, круглые сутки, а люди голодные В городе давали хлеб по карточкам, а в селе ничего не давали И вот люди хлынулись сюда, а запах привлекал сюда, и собак, и людей все Ну тут концентрация была, всех была концентрация А горилка то была, а горилку гоня то с хлеба И в магазинах была дешевая горилка, и много было, стояли полные ряды Хлеб який забирали, все ссипали за год зерно, ссипали хлеба на станциях Цей хлеб таки були кучи, что по три километри вони лежали цилими гори хлеба И цей хлеб горил Круглым стояла милиция Люди не мали права одних из жменьков взяти цего хлеба И так тих хлеба и горели В 32-33 году мы с родителем, вернее в начале 32 года мы переехали в город Тихорецк Были вынуждены переехать, потому что отец узнал, что сюда тоже движется такая беда, как и на Украине Василий Филиппович, значит в Краснодарском крае уже было известно, что на Украине было Да, на высших станциях было известно И через знакомство вот этого же военного начальника, который наш земляк был сказал Вот это моему отцу, однослуживцу, вот, сказал об этом Мы тогда еще юнцами ходили гулять на вокзал, к вокзалу Хотели, наблюдали там, кто что везет на товарных станциях Вот, и видели, как на поездах, товарных вагонах были, везде ехали с Украины люди Женщины, больше мужчин ехало И вот, значит, один украинец вышел, ожидая поезда, стоял возле вокзала И у него милиционер отобрал этот оклунок из зерном Вот, зерна было в мешку, ну, примерно, могло быть килограмм сорок, кукурузное зерно Вот, он начал просить этот украинец, что у меня шестеро детей Пухлые уже с голоду, я последние пожитки привез сюда, чтобы им отвезти покушать Милиционер не обращал внимания Поставил этот оклунок под стеной вокзала Вот, и сам стоял, как будто и не слышит Он на коленках его просил, плакал А в это время подходил как раз пассажирский поезд на первой линии вокзала И украинец лег под поезд Тут такой, пассажиры, значит, часть начали выходить, а потом прекратили Поезд начали сдавать назад, чтобы выбрать тело оттуда, этого украинца Вот, беда такая, люди встревоженные Забрали этот труп украинца И среди пассажиров был моряк Он проткнулся туда, в круг, где людей у толпу Узнал, что случилось, узнал виновника Милиционер стоял также возле того оклунка зерна Он подошел, вынул наган И прямо в лоб, собака ты И застрелил этого милиционера А тут как раз уже поезд этот трогался, что он приехал Он скочил на подножки, помахал публикам А публика эта вся, которая наблюдала эту картину Слез, радости мести были, слезы И радости жалости за этим украинцем Чедрик, ветрик, дайте варени Грудочку каши, кукле ковбаски Мати казала, чтоб дали сала Батько смарився, а чтоб не борился Щедрий вечер, добрий вечер Добрим людям на добро Вирш из листов Ни корови, ни свині, тільки Сталін на стіні Сидить боком, сидить в фас, це він думає про нас Я була студентка Київського политехніческого інститута Ну, первые годы, там 29-30-е ще кое-как А там дальше уже было нам очень плохо Это было по большой подвальной Там ящик громадничий стоял Мусор люди выносили И вот женщины Конечно, гораздо моложе меня Но одна говорит Мария Ивановна, я вас прошу Ну, вы в тот уголочек там ковыряйтесь А мой уголок здесь будет Понимаете, и вот этот раздел Этого мусорного ящика А еще происходил случай И сейчас перед глазами стоит девочка Вот эта девочка предлагала золотой крестик И просила за этот крестик Полпорции вот этого хлеба 50 граммов Ну, сами понимаете, какой это был Там наполовину, чего там было Полова и так дальше И никто ей не давал этот хлеб Потому что у многих уже ни мам, ни пап не было Она подтвердила все время, что мама умирала Музыка Мне приходилось ходить бігать за хлебом У новую частину Места Вінниці Через речку Бух через місто Дорога проходила мимо Каменоломень В Каменоломень По другий бік речки Находилася тюрьма Яка обслуговувалася кільним транспортом И, звичайно, всех Кільский помет перевозили в эту частину В Каменоломне Під скелли Ну, известно, что Кільский помет Не всегда Худоба перетравляет до конца И попадаются частинки зерна Целого зерна И от голодные люди из сел Ночували у Кинском помет Там прямо в Каменоломнях Прямо там же в Каменоломнях Заривалися по шею Там же Кинский помет мае властивость гореть Тепло виделяет много Люди в ночи спасались В Каменоломнях В день, коли припекало сонце По-перше, вони сами Трохи, може, руки обмивали По-друге, вони сами цей помет промивали І оце зерно їли Как були? Були, но те, кто не пошел к колхозу Единаличники? Да Вот эти, конечно, терпели большое Их довели налогами? Ну, налогами одно дело А другое дело то В колхозах же было организовано общественное питание А им же этого не было Вот и все Михаил Петрович, признаться Подобную точку зрения на голод 30-х годов Не доводилось слышать больше ни от кого Музыка Музыка Музыка